Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас спортивный выпуск. Речь пойдет о судьбе спортсмена, который, между прочим, добился очень-очень многого, но официально объявил о завершении спортивной карьеры. Почему это произошло? И обо всем этом мы поговорим с Дмитрием Вячеславовичем Клоковым. Я должен это все перечислить. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Я перечислю, чтобы люди понимали, кто к нам пришел. И вообще не нужно этого стесняться, нужно, чтобы люди все знали. Российский тяжелоатлет – это для начала. Заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чемпион мира 2005 года, серебряный призер чемпионата мира 2010-2011, двукратный бронзовый призер чемпионата мира 2006-2007 года, чемпион Европы 2010 года, трехкратный чемпион России 5-й, 6-й, 11-й, видимо, там решили немножко отдохнуть. Но при этом серебряный призер чемпионата России 2007 года и двукратный бронзовый призер чемпионата России 2008-2013 года. И я так понимаю, это только все самое основное мы перечислили. Ну, самое основное, я думаю, что вот медаль. Так, ага, это медаль. Олимпийская. Олимпийская медаль. Вот та самая, которая… Вот давайте сразу с этой медали начнем, потому что она лежит так вроде как одиноко. Вы ее хоть иногда достаете посмотреть на нее. Что делает спортсмен через… Сколько уже прошло лет? Это восьмой же год, да? Восьмой год. 15 лет, юбилей. Вы достаете ее посмотреть? Да. Ну, я ее обычно достаю на свои мероприятия, на спортивные семинары. Как бы как мотивацию для людей показываю. И говорю, что вот ради вот этого куска металла там и куска ткани, в принципе, спортсмены жертвуют огромным количеством всего и детством, и частью какого-то здоровья, и образованием, и так далее, и так далее. Но все равно жертвуют. Конечно, это большой риск, и во многом это жертва. Поэтому, когда я им даю, пускаю по рядам пощупать ее, пофотографировать… Дайте тогда мне тоже пощупать. Соответственно, я говорю, что вы сами себе задайте вопрос. Вот вы ради вот этого куска металла готовы были бы пожертвовать тем, что я сказал ранее? Суть какая она тяжелая. Это же сейчас… Вот я тоже так вот покажу. А здесь сзади еще… Ну, обычно олимпийские маркируются видом спорта. Там внизу написано, какой вид спорта. Да, «Мэнс» 105 КГ. Да. Ну, шикарно. Потом, конечно, мы попросим вас, чтобы вы ее тоже показали рядом с собой. Но, понимаете, есть еще такой интересный момент, что… Сразу с философского начнем, потом вернемся. Что есть понятие «спорт высоких достижений». Вот мне кажется, что немножечко так пробежала ваша фраза по поводу вот жертвы и так далее. А когда человек сам для себя принимает решение, что я хочу, да, ну, если, грубо говоря, извините, там, качаться, то до последнего бегать в футбол, значит, лучше, чем Месси, то есть, ну, он ставит перед собой какую-то цель. Там дальше уже тренер, не тренер, ну, спортивные какие-то, чиновники и так далее. А есть, когда родители заставляют ребенка, почему-то им кажется, что ребенок должен стать великим, и вот тогда мы и купим квартиру наконец-то. Ну, всякие бывают подходы. Вот чем отличается «спорт высоких достижений»? Вот эти вот медали, которые и пот, и кровь, и много-много на их вложено. Вот, скажем так, физкультура и спорта. Ну, собственно, физкультура, прежде всего, это здоровье. Вот поэтому, если родители желают своему ребенку здоровья, как, собственно, и себе, да, самому любимому, то тогда это физкультура, это к спорту не имеет никакого отношения. Спорт – это, прежде всего, реализация собственных амбиций, своего таланта. И, как вы правильно сказали, хотя звучало, что, может быть, вы даже в какой-то степени с этим не согласны, что финансы, квартиры и так далее, я считаю, что у нынешнего поколения родителей это немножечко больше преобладает, и я считаю, что это правильно. Потому что, если ты вкладываешься, если ты чем-то жертвуешь, то ты должен с этого что-то получать. Просто медаль, какая бы она ни была, с чемпионата России, с чемпионата мира, с Олимпийских игр, не прикрепленная никакими финансовыми благами, по сути, это ни о чем, это в никуда. – Ну, помните, у нас на последних Олимпиадах, где мы участвовали еще до всех громких дел, которых не хочется сегодня касаться, а я помню, показывали, машины стояли такие и сякие, и квартира там, и в Москве, ну, а в городах, если из какого-то, ну, все давали. Действительно было так? Не забирали потом? – Нет, это действительно так, и любой спортсмен, который получил все эти блага от государства, от фонда поддержки олимпийцев, он, конечно, этому безмерно рад, как и я в 2008 году был этому рад, но вот сейчас немножко уже трансформация спортсмена перешла немножко в другое русло, уже как-то ты оцениваешь это с точки зрения пользы, в том числе и для государства. Поэтому если государство, в моем представлении, от этого не получает, помимо каких-то репутационных дивидендов еще и какие-то финансовые моменты в плане возвращения в бюджет, то мне это не нравится. Мне не нравится, что государство столько вкладывает, но не возвращает эти деньги. – То есть вы рассматриваете это вот как с профессиональным подходом, то есть это тоже такая работа, с которой государство в качестве налогополучателя должно получать, условно говоря, налоги, а не только выгоду, ну, скажем, там, репутационную, как вы сказали, то есть это такая же профессия. Помните, в позднее советское время там уже, ну и сейчас эти матчи можно смотреть, НХЛ, да, и говорили, профессионалы, канадские профессионалы и советские любители. Вот это был, я помню, месседж такой. Сегодня спортсмен – это же работа, это профессия. – Мне нравится история о том, что профессиональный спорт – это прежде всего профессия, и это должно быть в том числе и бизнесом для государства. Ответственность государства – это прежде всего социалка, это детский спорт, это ветеранский спорт. – Дать возможность человеку. – Да, конечно, ты полностью создаешь для него условия и так далее. Но если человек выбирает для себя стать профессиональным спортсменом, то в моем представлении государство не должно уделять столько внимания финансового на поддержание этого, потому что, по сути, это личный выбор спортсмена, тренера и спортсмена. Да, они вышли в эту историю, они пытаются на этом заработать. Вот, поэтому я считаю, что это должно для государства возвращаться в большей степени, нежели просто в плане репутации. – Вы сейчас так говорите, прям чувствуется, что вы так министром скоро станете. – Да, при чем тут это? Просто имея возможность время от времени об этом говорить, я пытаюсь об этом говорить, потому что, как я чуть ранее сказал, мне нравится тренд изменения государства в этом направлении, все эти государственно-частные партнерства и так далее – это первые шаги уже государства в этом направлении. И мне нравится, что больше и больше родителей относятся к спорту именно как к бизнесу. Если спорт для здоровья, физкультура, пожалуйста, государство на разном уровне должно создавать полностью всю эту инфраструктуру, но профессиональный спорт – это чистый бизнес, который должен у нас быть на самоокупаемости. – Ну, есть одно «но», которое я все-таки хотел обсудить, и дальше мы уже пойдем, вы расскажете, чем вы сейчас конкретно занимаетесь, а потом во второй части мы пробежимся по вашему пути, и, конечно же, расскажете нам о том самом знаменитом дне, наверное, для вас на сегодняшний день, хотя, может быть, были и другие. Если говорить о профессиональном спорте, там есть одно «но», что если это речь идет о более-менее взрослом человеке, который знает свои силы, возможности, состояние здоровья и так далее, просто иногда мы читаем, реальные вещи происходят, ну, наверное, слышали, а вдруг раз – хоккеист свалился и скончался, причем не один уже, к сожалению, в молодом возрасте еще, или еще какие-то и так далее. То есть понятно, что это может, наверное, в любой профессии произойти, но тут она все-таки связана с неким изнашиванием организма, и вот тут, наверное, должна быть ответственность какая-то тех людей, которые берут человека, человек знает, что он зарабатывает деньги, его семья знает, что он зарабатывает, и они знают, то есть они все должны быть заинтересованы в том, чтобы он не гробил себя, а действительно это направлялось именно в профессиональную сторону, вот я о чем говорю. Мне кажется, маленькая такая опасность – загнать себя и так и не добиться всего, иногда, кстати, превратиться в инвалида, мы же знаем эти истории. Ну, это не только касается спорта, это можно коснуться многих сфер, и творческие люди сходят с ума, спиваются, это да, садятся на наркотики, и бизнесмены влезают в долги, рискуя, поэтому профессиональные риски, они есть в любом направлении. Здесь главный принципиальный подход, что для человека спорт высших достижений, что для государства спорт высших достижений. Мне кажется, как раз таки, что очень большое смещение идет у государства в направлении профессионального спорта. Ладно там, когда в Советском Союзе мы во всех направлениях условно были в топе, да, там космос, там сельское хозяйство, там машиностроение, там все было нормально, и спорт был на уровне, тогда да, а когда, по сути, многие позиции, они провалились, и единственное, о чем нам сейчас есть гордиться, ну, в таком, крупными мазками говорим, да, именно профессиональным спортом, мне кажется, что это немножечко, как бы, неправильно. Вот даже у нас есть форума «Россия – спортивная держава», вот представьте, «Россия – спортивная держава» не только название форума, это представление нас на мировое время касаемо спорта, да, и говоря про спортивную державу, да, мы понимаем, что достижения и советских атлетов, и российских атлетов, они уже доказаны, никто не должен еще раз доказывать. Никто не заберет этого, да. Никто это не заберет, у нас естественным путем происходит становление все новых, а новых ребят, мальчишек и девчонок. Но вот теперь представьте, а что государство, каждый из нас, заработал на этом имени, да, то есть и советские спортсмены, и российские спортсмены, они, по сути, только тратят деньги для реализации своих личных амбиций, но обратно никак это не возвращается. У нас больше 90% оборудования спортивного, то, что используются профессиональными спортсменами, оно иностранных брендов. Россия – спортивная держава, не имеет своих собственных производств, своих собственных брендов, пусть даже и производимых в других странах, хотя бы российских брендов. Вот когда Россия – спортивная держава, называется то, что у нас в спорте все хорошо, и вне спорта все хорошо, и в инструментарии, и так далее, тогда совокупность факторов говорит о том, что все развивается круто, а когда с центра смещается очень… Ну, 90-е годы, помните, было такое, ну, когда и я, в том числе, ходил в фитнес-зал и так далее, начали какие-то фирмы, фирмочки появляться, которые делали какие-то, ну, там, спортивные снаряды, целые станки, можно сказать. Мы сейчас, я сейчас озвучил профессиональную… Да-да-да, ну, понятно, что профессиональным нет. В любительском у нас, в любительском у нас на самом деле не так плохо, как в профессиональном, вот эти уличные тренажеры, с металлом у нас работа нормальная, ни один кардио-тренажер не производится в России, ни одна электроника не производится в России. А почему? Ну, должна быть воля. У нас, когда ковид пошел, и появился запрос на маски, у нас появилось очень много производств масочных, да. И теперь масок. Да, то есть есть некая ситуация, которая провоцирует людей, которые ответственны сказать свое слово, замотивировать людей и словесно, и какими-то еще инструментариями, и они начинают вкладываться. Вот сейчас мы сделаем паузу, и потом мы начнем вроде как с того, с чем занимается наш гость сегодня, и пройдемся все-таки по его спортивному успеху. У нас получается полуспортивная программа, в хорошем смысле этого слова, а более так глубоко мы этот вопрос рассматриваем. У нас в гостях, напомню, Дмитрий Клоков, российский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта России и так далее и тому подобное. Сейчас у нас небольшой перерыв, потом вернемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Дмитрий Клоков у нас здесь в студии, мастер спорта России, российский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер олимпийских игр 2008 года в Пекине. Медаль у нас на столе, озаряет нам свет. Хотите услышать перечисления, перемотайте в начало программы. Мы еще о результатах поговорим, потому что мы скрупулезно все проверили, иногда даже сам уже Дмитрий не совсем помнит свои достижения. Так вот, ваша сегодняшняя профессия. Вот чем вы говорите, какие-то вы в форуме участвовали, вот довольно-таки серьезно. И не в одном, я так понимаю. Кто вы по профессии теперь? Ну, по профессии я закончил два института. Первый – это институт физкультуры, как, собственно, и должно быть параллельно со спортом. Второй – это Ранхикс московский. Я там чуть-чуть преподаю. Ну, отлично, отлично, знаем, про что говорим. Вот, но занимаюсь я всем, что связано со спортом. Первый мой бизнес, увлечение, переросшее бизнес – это спортивная одежда. С 2006 года я развиваю свой бренд спортивной одежды Winners Sportswear. Со временем мы открыли свою фабрику для того, чтобы уже полностью контролировать весь процесс, качество и так далее. Поэтому собственный бренд, швейная фабрика и с партнерами сеть спортивных клубов под названием «Клоков База Тим». На данный момент их три в Москве и буквально в этом месяце откроются в Новосибирске. Раскрутились прям, да. Проводим очень много мероприятий. Собственно, нам хотелось не всегда проводить спортивные мероприятия, делать их так, как я это вижу, не по каким-то шаблонам, которые прописываются в Министерстве спорта, а в рамках фестивалей использовать свой креатив, креатив своих партнеров. Поэтому 5-6 лет мы уже… Ну, по-новому, скажем так. По-своему. Хочется немножко привнести, потому что, опять-таки, это проблема отцов и детей, которые я проецирую на федерации, когда в федерации сидят взрослые дядьки и не принимают молодых ребят по разным причинам, то нужна какая-то площадка для творческих реализаций именно молодыми ребятами. И они уже, глядя на это, на успех, на какие-то статистические данные, они потихонечку пытаются это привнести уже в свои виды спорта. Ну, вам тогда должны ставить палки в колеса на каких-то этапах, раз вы так энергичны. Ну, по факту, то, что вы озвучили, там, 2015 год, то, что я закончил, а закончил я на одном из своих мероприятий, объявил о окончании… Карьеры. Там уже начались некие палки, и мне пришлось быстро собирать сумку и заканчивать карьеры. То есть это было и по собственному здоровью, и по занятости. Я тогда очень… Ну, иначе поменять уже, наверное, хотела. Потихоньку в совокупности факторов, в том числе и палки в колеса, мне пришлось уходить. Ну, вот тут интересно получается, что то, что вот вы заявили, да, в начале нашей программы, вы вроде бы как хотите сделать, то есть не для, ну, как это называется, и бизнес, и чтобы это был и государственный подход, и чтобы была возможность раскрытия, и по-новому. Это будет более уважаемо и со стороны других государств, потому что, когда сейчас Россия приезжает, Россия или Китай на международные соревнования, и они доминируют, то другие страны, они понимают, почему это происходит. В России все происходит на государственной поддержке за счет государства. Сборы круглогодичные, экипировка, фармакология, там, и так далее, и так далее, это перелеты, проживание, и поэтому другие страны, которые все это делают за собственные средства, и на сборах сидят за собственные средства, и перелеты за собственные средства, они просто не могут конкурировать на одном уровне. И поэтому, когда вот такая вот машина, она еще и зарабатывает деньги, тогда другие государства понимают, окей, государство вкладывает, потому что оно относится к этому в том числе и как к бизнесу, а не просто как медали повесить и показать, какие мы крутые. То есть тогда вот эта крутизна не будет звучать пошло, что мы ради крутизны, мы ради престижа и ради финансов и так далее. Мы создаем бренды, мы создаем наших ребят, красавчиков, которые показывают результаты, и все это в совокупности. Честный подход. Не просто, когда тебе дали деньги. Да, это не будет немножко похоже, знаете, как будто бы тебя, сейчас словно скажу, тебя покупают, ты выступил и все. А так получается, да, есть такое понятие, как помогите, да, там с базы, немножко раз, ты потом выступил и что-то вернул. И сами зрители будут больше уважать спортсменов и все спортивные организации, потому что они понимают, что спорт существует за счет государственных денег. Государственных денег нет в прямом смысле этого слова. Это налоги, это всякие доходы и так далее. Поэтому если они помогают спорту, а их жизнь в какой-то степени, в каких-то моментах просажена, они понимают, что слишком много туда вкладывалось. То есть они инвестировали деньги, они заработали престиж, и они вернули деньги и тратят уже условно сюда. Или переводят аккуратненько на самоокупаемость спорта. Ну, здорово, мне кажется, это прям такая программа. Это то, что в моей голове сидит. Я не знаю, из того, что я вижу сейчас, последние два года, особенно последние два года на встречах представителей спорта с нашим президентом, то все чаще и чаще я слышу вот подобные вещи, и мне это радует, потому что меня это уже последние пять лет заботит. Ну, дискуссия идет, и мы, как говорят, знаете, сейчас в таких случаях, надеюсь, что не только мы вас услышали, но это слышите люди. Нет, там 100% тренд на это есть, поэтому сейчас я абсолютно спокойно это говорю. Ну, теперь, как бы, из сегодняшнего дня, из задач, давайте вернемся все-таки к Пекин. Это было давно. А как вы шли к этой медали, и как вы ее получили? Ну, Пекин, на самом деле, это не самая, наверное, такая яркая эмоциональная точка в моей карьере, хотя, естественно, в плане ценности медали – это самая большая медаль, самая ценная, да. Для меня самые запоминающие соревнования – это были уже 2011 год, это чемпионат мира в Париже, собственно, мой последний чемпионат мира. К тому времени я уже, получив некие травмы, перестал мечтать о каких-то больших результатах. Я понимал, что у меня есть некая стагнация уже в плане здоровья, в плане результатов. И как-то так получилось, что за период, там, 10-го, 9-го мой организм немножечко подвосстановился, и я сумел к 2011 году выйти на свой пик и улучшить результаты. То есть эти эмоции были такие, что я опять молод, я опять могу. То есть не зря вышел, да. Да, то есть я уже начал смиряться с тем, что я старею, а вот этот 2011 год дал мне новые эмоции, еще немножечко покайфовать, пофантазировать в плане килограммов, результатов и так далее. Но обернулось это в минус, потому что, опасаясь опять получения каких-то травм, ты где-то придерживаешь себя, соответственно, не получаешь что-то новое. А когда здесь все ограничения эмоциональные спали, то наделал много косяков, и, собственно, привело меня потихонечку к завершению уже карьеры. Какой у нас сегодня интересный гость Дмитрий, всю правду нам рассказывает, да, просто фантастически. Но я все-таки хочу, вот медаль-то когда вручают, какие ощущения? Знаете, давным-давно был такой ролик рекламный, когда лось выскочил на дорогу, и камеры показывала потом машину, которая тормозила, чтобы не сбить лося. То следующий кадр был уже, когда у лося прокручивается его вся жизнь в голове. Это примерно то же самое происходит. Ты встаешь, тебе вешают эту медаль, и непроизвольно слезы капают в глаз, потому что в этот момент все вот эти вот мысли, они у тебя в голове быстренько прокрутились, что ты где-то не сдался, где-то себя заставил, где-то вообще решился на эту авантюру и так далее. Поэтому вот как у лося. Быстрый фотоколлаж такой, видеоряд. Я еще у вашего папы спрашивал, ну, как бы, советская школа, и спрашивал, и про вас в том числе, он спрашивал, он как раз тоже там говорил, что он не хотел, чтобы вся эта история продолжалась, тоже по-честному говорили. Вы пошли, почему? Потому что папа не хотел принципиально, или почему? Нет, потому что я хотел так же, как друзья, как мои товарищи, тренер, который как раз-таки учился с моим отцом, хорошие друзья. Он меня часто брал на разные мероприятия для того, чтобы заразить меня спортом. Тогда это было чисто как для прикола, но, как оказалось, у него это была некая стратегия. То есть он хотел изначально, чтобы я пришел в штангу, он моего отца просил меня отдать штангу, но хотелось, чтобы это исходило в том числе и от меня. Он меня брал на разные мероприятия, размещал там в номерах вместе с ребятами, спортсменами действующими. То есть я пропитался всей этой историей, я видел, как девочки реагируют на мальчиков вот таких вот, да, я это все наблюдал, а мне хотелось так же. А вы были какой-то, да? Ну, естественно, не так, как ребята, которые там на 7-6 лет меня старше, на 10 лет меня старше, вот. Но сам факт, что это мне уже было условно там 12 лет, это уже... Ну, это уже, да, надо делать выбор. Это уже парень, который думает об этом как-то чуть-чуть, да, поэтому я понимал о всем разговоре, мне хотелось так же, поэтому... И пошло. Ну, а папа когда принял-то всю эту сторону? Или он сразу принял, просто не очень сильно показывал? Нет, он, естественно, не хотел, вот, но уже была как бы последняя капля, когда уже со всех сторон начали поддавливать, когда я-то уже, можно сказать, слезно просил все-таки отдать меня, вот, он сказал, хорошо, но с завтрашнего дня ты начинаешь вести себя профессионально. То есть ложиться спать вовремя, ходить в баню, делать массаж, кушать правильно. То есть это сейчас я понимаю, что все это как бы круто, что мне повезло, что мой отец был состоятельным человеком, который мог позволить мне все эти, скажем так, хорошие и правильные для спорта вещи. Но тогда, когда ты 12-13 лет, ты это воспринимаешь как некую дополнительную нагрузку психологическую, сидя в бане, это не то, что ты хотел делать. Ну да, 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 я понимаю. Ну вот, давайте пройдемся по результатам, потому что, опять же, разговаривая с папой, там по килограммам у вас есть определенные, как это, хорошие на свои слова разночтения. Ну, я уверен, конечно же, что всегда приятно, даже вот некоторые, наоборот, тянут, да, своих детей, вот не надо ничего делать, у нас уже артистов так часто бывает. И вот эта фраза, помните, что на детях природа отдыхает, да, вот, но в данном случае, смотрите, тяга толчковая, 335 килограммов, скажите, толчковая, напомните нам, что это такое. Это узким хватом. Узкий, ой, узким хватом. Дальше, тяга рывковая, 310 килограммов. С широким хватом. А, ну, поэтому и поменьше получается. Ну да, амплитуда немножко другая. Ух, прям вот я... Приседания со штангой на плечах, 325 килограммов, это мы видим в фитнес-клубах, многие любят такое, ну, понятно, с другой штангой. Вот. С другой техникой. С другой техникой, да. Ну, присесть-то можно, вот встать. Слушайте, ну, что тренируешь, что и тренируется. Я вообще этим цифрам значения не придаю, потому что... Нам интересно. Да. Тогда спорт, и сейчас для меня спорт в моей голове, это инструмент. То есть тренировки, ради тренировок... Вы же не можете остановиться в тренировках? Вы должны продолжать этим заниматься? Ну, по факту да, потому что ты прошел профессиональную карьеру, и какие-то некие отложения в виде травм, протрузии и так далее не есть. Поэтому ты уже вынужден просто заниматься поддержанием здоровья. Но если человек сразу изначально приходит в физкультуру, то тогда он просто двигается, как вот, кушает регулярно, ходит в туалет регулярно. Ну, понятно. И спор должен быть на регулярной основе. Ну, вот тут я, взятие штанги на грудь, я не все уже, здесь опять мы заканчиваем. Жим штанги стоят 180 килограммов, рывок с паузой возле колен 200 килограммов. То есть список огромный, я думаю, тот, кто захочет, посмотрит. Вот, подводя финал, мы поняли, что к нам пришел человек, который добился в своей жизни успехов, то есть в том виде спорта, который, видимо, он для себя считает первой частью своей профессии, он добился. И у него есть конкретные цели, которые он предлагает не только себе, но и всему обществу. Что бы вы пожелали людям, которые сегодня, ну, молодым ребятам, которые, ну, ЗОЖ, наверное, слышали, да, сейчас не все понимают, что такое ЗОЖ. Вот, потому что это же очень серьезная работа, ЗОЖ, если так по-настоящему. Вот, что бы вы пожелали молодым ребятам, и что бы вы пожелали, ну, скажем так, чиновникам от спорта, как это все вместе соединить, чтобы у нас был и спорт, и профессионализм, и качество жизни, и отдача, раз вы хотите этого. У нас 80% населения задействовано в физкультуре, в любительском спорте, и 20% в профессиональном. А финансирование наоборот. Вот так получается. Поэтому чиновникам я бы все-таки попросил сместить фокус внимания немножечко, или по мере возможностей смещать потихонечку в сторону любительского, потому что, если мы говорим про здоровую нацию, то это не спортсмены. Это солдаты, которые на помостах, на стадионах, как бы, борются за престиж страны. Поэтому смещать центр внимания все-таки на любительский спорт, делать его доступным, делать его популярным. Надо продвигать в большей степени слово физкультура, а не спорт, в том числе и на телевидении. А людям, которые выбирают для себя связать свою жизнь со спортом профессиональным или с любительским, с физкультурой, я бы все-таки заставил задуматься их о том, насколько вы готовы пожертвовать всем, о чем мы раньше сказали, ради этих медалек и какой-то материальной выгоды. А если вы уже выбираете спорт, то только удачи пожелать. Ну что ж, будем надеяться, что кто-то услышит и сделает из этого вывода. Это была программа, которую вел для вас Николай Пельменко. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин